друзья привет с вами я михаил шилов это свое видео я решил обозвать следующим образом работа на импровизированной упругой макеваре как средство борьбы с жопой носорога а теперь я поясню что же я имею ввиду смотрите друзья лично я считаю что укреплять ударные поверхности нельзя на снарядах которые не обладают упругими свойствами ни в коем разе когда-то в сфере подготовки рук и выковывание из них оружие существовал или был с каменный век в прямом и переносном смысле то есть когда руки укрепляли на камнях использовали такие вот каменно-вековые методы на самом деле эти методы перекочевали сейчас и в наше время и некоторые ортодоксы так и продолжают существовать в этом каменном веке и у них руки какие они на что похожи да кожа на руках этих людей реально похоже на жопу носорога на кожу на жопу носорога когда еще который больной проказой то есть лепрой знаете так ужасно выглядит на самом деле вы можете посмотреть на руки сэнсэя терраучи сэнсэя морю хигаун скажу сразу что я не хочу такими значит эпитетами кого-нибудь обидеть дело в том что существуют и сейчас люди которые хотят иметь кожу на руках чтобы она была похожа на кожу жопы носорога ну ничего в этом такого нет хочется людям и такие люди делятся на две категории то есть первые те которые считают что ужасно выглядящие руки это как бы показатель того что это круто то что они вот такие набиты так когда там трещины мозоли такие там все это это круто причем они готовы из у изуродовать свои свои руки даже не достигнув той цели которая достигается при таком роду то есть они готовы получить эти мозоли даже не сделав руки крепкими по-настоящему но это вообще пробитые ребята я о них вообще говорить не хочу есть другого рода значит ортодоксы которые хотят иметь по-настоящему боевые грабли то есть которыми нельзя завести механическую головку часов вообще не получится и в носу поковырять даже только вообще нельзя но зато руки становятся реально крепкие становятся ну прямо остальными конкретно вот правда за это надо заплатить особую цену ну вы помните ну жопа носорога вот такая цена ну что ж поделаешь за то руки будут реально крепкие времени придется потратить немерено много очень но цель будет достигнуть это не у всех а тот кто готов на это потратить долгие долгие годы абсолютное большинство к этому вообще не придет потому что они как только получат первые травмы какие-то серьезные откажутся от этого дела и пойдут по пути наименьшего сопротивления превратившись в первые три до которые смогут только лишь изменить внешнюю поверхность рук не добившись глубокой перестройки для чего нужна жопа носорога на руках это своеобразные перчатки которые позволяют защитить ваши руки для того чтобы наносить более сильные удары по твердой неупругой поверхности то есть фактически вы надеваете на руку перчатки сшитые из кожи жопа носорога вот вы сможете бить тогда реально более сильно не повреждая более глубокие структуры кисти но это в жесткую ударную неупругую в жесткую мишень которые не пружинит нельзя нанести со всей силы мощный удар ни в коем разе некоторые считают что да если мы защитим там какой-нибудь жесткую поверхность какой-то накладочкой там до каким-то ковриком с тряпочкой даже пускай на веревочках даже пускай сом сделанную промышленным способом который складывается из трех секций состоит ну вы поняли короче то это позволит там что-то предотвратить ну да это средство наверное поможет именно против жопы носорога непосредственно но наносить реальный постановочный удар по такой импровизированной фигне все равно не получится почему потому что если упругости нет то в такую неподвижную неупругую вещь бить со всей силы вы не сможете никогда ваши естественные демпферы тела это суставы они не поглотят все они компенсируют всю мощь удара которая должна уйти в мишень они примут ее всю на себя то есть вся мощь удара растворится вернее перейдет через эти демпферы ваше тело то есть удар по неподвижной мишени это удар прежде всего по своим суставам мишень никуда не денется у нее нету деформации понимаете если вы наносите удар и мишень деформируется силу удар уходит в деформацию мишени если вы бьете по мишени и мишень не деформируется вся сила удар уходит в деформацию вашего тела и прежде всего в деформацию суставов ну потому что кости более менее крепкие они не деформируются хотя микротрещины могут появиться и даже в сильном ударе можно и кости поломать вот поймите стратегический момент я повторяюсь если вы бьете сильный удар в мишень и она деформируется то сила вашего удара уходит на деформацию мишени то есть энергия удар поглощается мишени если вы бьете по мишени она не деформируется да то значит вся сила удара и его мощь энергии уходит в деформацию вашего собственного тела только так и никак иначе поэтому такие коврики и вся эта фигня и неподвижная мишень она годится только для укрепления набивки для только поверхностных структур ну то есть реально только для превращения кожи на руках кожу как на жопе у носорога больше ни для чего она особо не годится до руки станут менее чувствительные менее болезненные да когда кожа на руках станет очень толстая то можно будет бить намного сильнее и это приведет к тому что деформироваться будет еще и ваша толстая кожа и она позволит бить удар более глубокий более залипающий ну и все не более того так вот совсем же иначе себя ведет упругая макевара конечно лучше всего если это хорошая правильная макевара упругая доска всего лучше если это макевара конструкции шила макевара камертон или макевара мбш по одной простой причине мне можно регулировать уровень сопротивления нагрузки упругости то есть она может быть и слабо настроены и сильно настроены поэтому можно прогрессировать на ней очень долго вот во вторых она правильно работает на специально заточена закрывает весь спектр проработки всех ударов и всех моментов постановки и укрепление ударных смехи поверхностей которые можно вообще отрабатывать на снарядах на любых абсолютно абсолютно любых то есть как укреплять руки так и ставить удар во всех аспектах на всех остальных макеварах нельзя не закрывают массу могут аспектов но что-нибудь не закрывают макевара камертон и мбш закрывают абсолютно все эти нюансы но отдельно вы сможете посмотреть на канале макевара точка ру на сайте макевара точка ру видеороликах там об этом все подробно рассказывать вот а макевара выглядит так вот так сумки речь правда пойдет не они хотя я вам или сегодня все равно пока вообще не речь пойдет о том что будет если вдруг нет у вас такой макевара вот принять и некоторые там не там ездят другие страны кстати я сейчас нахожусь в таиланде кстати заметили макевара моя со мной а то она и портативность мы предположим у вас такой нет но пока нет пока будет и вам надо все равно как-то позаниматься у вас есть альтернатива либо по колотицам по стене по камню или по твердому толстому дереву нам сказал уже чем это чревато да ничем хорошему это не приведет вот либо надо как-то извращаться дайте подумать как что это может быть что надо что-то естественное но упругой и гибкой ах да вот это может быть тоненькое деревце тоненькое деревце естественная упругая макевара лучше придумать что-то нельзя конечно нет отбойника как у макевара камертон мбш все аспекты ударной подготовки она не закроет но укреплением ударных поверхностей на ней можно заниматься естественно легко и даже можно в какой-то мере ставить удары как это сделать я вам сегодня объясню и покажу но дерево смотрите не переоценивайте возможности с вами думаете головой да не надо чтобы деревце было чуть гибко этом отклонялась буквально на какой-то миллиметр там да просто подрагивала не не надо не надо льстить себе что вы такой там нормальный крепкий парень все деревце должно быть реально гибкая то есть при ударах она должна отклоняться на довольно большой градус то есть отодвигаться на несколько сантиметров то есть его упругая деформация должна быть довольно весомой что вы бьете удар был глубокий и проникающий тогда это будет реально работать если же она будет отклоняться на пару миллиметров но даже на сантиметр то глубина проработки будет именно такая на какую вы отодвигаете дерево об этом у меня отдельные видео есть на какую глубину и как прорабатывать на макиваре руку хотите там укреплять только кожу это одно хотите суставы ударный пассив другое хотите кости запястье пястье третьем че запясть на сустав 4 и так далее есть нюанс так вот нерезы должны реально сильно отклоняться ну а принципа здесь дальше будет два самых основных он мы можно сказать один я то есть мягким по твердому а твердым по мягкам ну скажу сразу так что на самом деле упругая макивара она объединяет себе сразу эти два качества очень хитро муд смотрите реально вы удар наносите по поверхности по жесткой кость она сама-то крепкая жестко но из-за того что она упруга деформируется ведет она себя как мягкая то есть вы встречаете сопротивление жесткая а дальше она ведется как мягко в принципе в природе это встречается часто попробуйте сильно ударить ладошкой по воде будет резкий контакт и щелчок вы почувствуете резкое сопротивление потом вода плотит вашу вот примерно таком же ключе работает и макивара причем чем вы бьете быстрее и реже тем сильнее вот это первый контакт жесткий чем вы сделаете более плавный более залипающий тем меньше вот это резкий первый санки контакт то что мне в воду медленно в воду рука легко пройдет вот так что принцип этот довольно часто вот мягкими частями такими как шуто ребро ладони тейшо то есть основание ладони предплечье мягкими тканями мы можем наносить удары непосредственно по стволику дерева прямо по жестко это будет нормально будет отбегаться все это нормально работать такими же частями тела как кулак ну-ка да как н предположим хаишу да хай то и так далее то есть там где жесткие части только покрытые кожей надо наносить удары по более мягком вот здесь мы стволик можем чуть-чуть обмотать чем если у вас нормально все фантазии то проблем на самом деле не возникнет вообще никак это может быть кусок тряпки полотенце какое-то это может быть одежда старая вам сейчас все покажу что может быть то есть это может быть либо коврик для занятий я с собой все взял чтобы вам все дело показать и хотя у меня макевара моя со мной я для того чтобы показать как это все работает проведу тренировку именно вот на таком на деревце полотенце может быть такое или побольше даже такое вот например все что хотите а закрепить это может чем угодно брючным ремнем резинкой для кроссфита ну и учитывая тот факт что мы с собой есть моя макевара себе у меня есть самозатягивающиеся ремни которыми я им вообще покажу как это все закрепляется закреплю я поврик для занятий йогой ну или полотенце я еще подумал даже даже не знаю так вот хотя у меня всегда со мной моя макевара мбш душа души моей же компании кстати я покажу если она выглядит открываем тюмочку не буду вынимать ну вот она красавица вот я проведу калочку на пальмочке на пальмочке кстати это может быть еще и бамбук а в россии это очень хорошо подходит рябинка тоненькая березка вообще маленький дубок вообще великолепно вот посмотрите вот там вот дальше еще находится пальмочке еще будет тонкий и они возможно подошли бы еще лучше опять же поймите по такому поделиться можно работать что хотите можно работать удары голенью наносить если она будет опять обмотана же да потому что воли не это жесткая поверхность вот таким вот образом можно сделать импровизированную макевару отработать и не бояться о том что в весне того что кожа на ваших руках станет как на жопе носорога больного да ну поймите сами что конечно те промышленные эти коврики да на веревочках которые позиционируются для наматывания где на столбы и на деревья для того чтобы типа защитить немножко и не бить по бетон или по коре там дерево там если толстенного на такое тонкое деревце не намотается не привяжется никак так что бестолковая штука совершенно да ну ладно это отдельный разговор вот ну конечно если у вас есть макевара мбш который можно везде с собой возить то она заменит на любой уровень можно закрепить на любой угол и даже если дерево не такой какой-то кривой лямую можно по любому глобу поставить но об этом у меня есть отдельный а сейчас мы начнем тренировку ну для начала давайте поработаем голыми руками помните я говорил мягким по твердым мягко это шуто тышо тыцуй и предплечье только мягкие части предплечь если кости будем работать то это уже другая работа там твердым а по мягко и так поймите реально дерево должно быть тонким все зависит от конечно вроде подготовки вашей вот это даже дерево такой толстенькой за рассчитан на нормально подготовлены чем она будет тоньше прямо ну чуть ли не прутик не только что программ совсем дугой загибал так отклонялся но сопротивлялся вот это самое то будет для набивки для хорошей набивки вот и вы были тоненькие они бы даже больше подошли но я там подойти не могу нормально итак шуток такого плана работа то есть я не буду сейчас полностью показывать покажу только как это все потом тренировку я же тренируюсь обещаю отработать все целиком можно как очередно руками так и в варианте сотов у меня есть отдельные тренировка кстати по отработке всех круговых ударов на макеваре я вам ссылку дам в аннотации к этому видео или в статье где будет вымонтировано это видео то есть увидите кстати обязательно прочитайте материал там полностью в аннотации к этому видео будет либо вся статья либо ссылка на материал там я все то же самое с рассказывать только более подробно дальше сантейш можно прямые техники выполнять боковые техники как угодно пожалуйста вниз ударять до сверху ударить таким образом то есть сверху работе отсюда отсюда волейбольный боковой на малаши отсюда такой самый как урокин только сантейшона отмышь вниз то есть имитирующий удар в ведро или пах и так далее дальше работа предплечье но это же запомните мягкими частями предплечье ближе к локтю там где не кости и на иван хайвана ты ваш внутренне стороной предплечье наружной стороной предплечье таким образом соту таким образом отрабатывать прессу руку больше на себя либо таким образом отрабатывать гидроамбара отрабатывать можно мягкими частями то есть масса масса вещей и продавливать главное чтоб отклонялась ну а теперь посмотрим как то же самое работает когда надо поработать твердым по мягкому для этого надо кое-что закрепить сейчас займемся так как у меня с собой есть моя макевара мвша только не есть и ремешки что мне круто повезло нет у вас ремешков я помните брючный ремень резинка какая-то шнурки там от ботинок в конце концов отрядки полосы нарвали и и привязали что я сейчас покажу как несколько вещей давайте вот для рук как наверх я закреплю сейчас полотенцем мы сегодня полотенце обычно знают пляжные и банны полотенцем такому из нас складываю его если она толстая получится вообще можно даже для слабо подготовленного человека сделаем из него такой жгут можете широко сложить можете в один слой в два в зависимости от того какой уровень вашей подготовки прислоняю его к дереву обматываю вокруг мне кажется вот так очевидно сюда совершенно все это понятно как это работает но тем не менее давайте если взялся делать давайте не буду я делать несколько туров до большего достаточно будет чтобы понять идею хотя я на самом деле планирую тренироваться если сделаю то сделаю все в режиме реальному времени ребят поверьте вот в таком ключе вот с этими материалами делаю все в первый раз поэтому увидите реально как это делается быстро или долго но вот все по-настоящему один закрепил берем второй второй уже полегче гораздо вот и все друзья видите не надо тратить деньги ни на какие коврики которые на дерево приматываются понимаете все намного проще никаких абсолютно затрат практически все то есть если у вас например даже мягкие части были бы там плохо подготовлен можно наносить удары гораздо сильнее на теперь сюда можно носить лаками то есть уже без проблем уроки хай то можно с крышу хай то любую технику какую хочется можно носить удары предплечье уже на постной частью предплечье никаких проблем не будет все элементарно в зависимости от того хотите толще тоньше вообще полотенце подходит идеально как как какой-то там варианту сам эту вот так связь же может подойти наверное куврик для йоги если он из пенополе на штуретан сделан нам тоже подойдет посмотрите этому этому посмотрели тему если предположим нам понадобится закрепить для работы руками ремни то классные фирменные тоже да но это стяжки храповые но есть наша фирма будашинская еще хорошо у них что они не длинные потому что обычные стяжки багажные они очень длинные через счет там уже проблем возникает в том что очень много мотать либо очень длинные холосты и тем все в реальном времени все как быстро но и все закрепили также быстро я все и снял и мне нужно закрепить чтобы я мог наносить удар это не туристический коврик это коврик для йоги везде с собой за скрыт я думаю что подойдет самый тон а дальше та же самая тема вот так откручен он мне просто будет лучше теперь скрепляем тоже так же клетка крестик и ну и и и и и и Ну вот, вот бряшки у них с этой стороны, соответственно с этой стороны я могу спокойно обвеносить вот так, видите как все это делается довольно быстро, теперь уже не надо бить по деревяшке, так тихонечко прикладывая, может садить рога, садить довольно не может, то есть все будет нормально. Ну конечно хочу сказать вам МВШ макивару, это вряд ли заменит, но как альтернатива, когда ничего нет, это очень даже подсознанно. Ладно, давайте беремся, твой гибель, и все, сейчас я буду тягачить, центрироваться, да, оно, кстати, сюда можно удар калериями теперь, удары как угодно. То есть чем угодно, нижняя техника там отрабатывает удары кулаканские, как угодно, на центрироваться различные кагицыки, паттерпоты в нижний уровень, то есть реки в нижний уровень, удары гульными, удары камнями, то есть можно все садить что хотите. Все? Ну что нет, выбираемся с таких плашек, но это только пока у вас нету макивара в КМВШ, как оно у вас только появится, вам такие альтернативы, вот экзотические, вот эти естественные макивары, это будет так, для главства. Основной снаряд работы будет именно этот, потому что на нем можно добиваться просто чудес, можно выполнить из рук, настоящее оружие, а не боевые, как я уже сказал, настоящее оружие, молот, не извращая свои руки, не делая из них жук и носорога, и при этом просто обладая сокрушительным, как ударом, так и постановкой удара, так и жесткостью. И причем не надо будет для этого заниматься 10 лет, можно будет намного быстрее достигать результат, потому что профессиональный сосударяд и методика профессиональная, она позволяет достигать результат намного быстрее. чем это было. Какие-то пудрявые каменные вековые времена. Салют. 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 Салют.